Идея устроить праздник для семей, в которых проживают дети с ослабленным здоровьем, принадлежит активистам зарегистрированного в Щелковском районе Фонда содействия социальной помощи гражданам «Правозащитник» и Благотворительному фонду социальных и культурных инициатив «Воскресенье». Это своеобразный ответ интеллигенции на те трудности, которые испытывают российские семьи с особенными детьми. Именно таких зрителей-общественники пригласили на благотворительный концерт с говорящим названием «Дорога добра». Бесплатные билеты распространяла Щелковское управление социальной защиты населения. Детей-инвалидов было привлечено около 200 человек, билетов было роздано около 350. Все билеты были розданы безвозмездно. Так как я родился в Щелковском районе, в поселке Фрианово, и поэтому я решил первый концерт провести там, где я родился. Мы знаем, что здесь, в Щелковском районе, есть у нас городок Звездный, откуда пролегла дорога в космос. Поэтому мы решили благодаря поддержке администрации Щелковского района начать этот путь по дороге добра в нашей стране. Объединив усилия и те небольшие средства, что удалось выручить у меценатов, артисты подготовили концерт. Еще в фойе Щелковского театра Евгений Воскресенский настроил гостей на лирический лад. «Старайтесь быть добрее и сердечнее, плохим делам не надо счет вести. Давайте все мы будем человечнее, лишь доброта сумеют нас спасти». Пока шел концерт, фонд «Правозащитник» собирал пожертвования в пользу детей с ограниченными возможностями. «Нам очень приятно, что мы сегодня на этом концерте присутствовали. Вообще очень благодарны тем людям, которые это все организовывают. Для того, чтобы ребенок лучше себя чувствовал в коллективе, привыкал к коллективу, поэтому мы посещаем такие мероприятия». В двухчасовом разножанровом концерте выступили джазовые академические эстрадные певцы Александр Курский, джаз-бэнд Марины Волковой. «Театрально-концертный комплекс Щелковский театр приготовил для щелковчан замечательный подарок. На сцене заслуженные артисты России, известные актеры театра и кино. В зале много детей, все внимательно следят за происходящим на сцене». Родители признаются, дети с особенностями здоровья зачастую учатся дома, малообщительно. Встреча в неформальной обстановке помогает таким ребятам отвлечься от повседневных проблем, считает директор организации «Дети без границ» мама шестерых приемных детей Татьяна Титкова. «Очень благодарна всем актерам и всем участникам этих благотворительных акций, потому что это очень важно для детей, особенно детей с особенностями здоровья. Дети, которые сидят дома, они не могут учиться в общеобразовательных училищах, им приходится дистанционно, и поэтому вся жизнь у них проходит в интернете, и они забывают о реальной жизни, и вот эта акция, они помогают именно почувствовать тепло людей». Во втором акте в академическом стиле выступили лауреат международных конкурсов Екатерина Житарь, братья, оба заслуженные артисты России Дмитрий Дунаев и Александр Целинко. «А главное, чем мы занимаемся с братом, мы стараемся хотя бы что-то, хотя бы частичку доброго и хорошего передать нашему подрастающему поколению, нашей молодежи». «У нас есть опыт, мы в этом вопросе, я солист театра Натальи Исац, поэтому дети для меня это самое дорогое». В финале мужской квартет исполнил знаменитые подмосковные вечера и песню братских народов России и Украины. «Участникам благотворительного концерта глава городского поселения Щелкова Александр Шалыгин вручил благодарственные письма, ведь именно артисты делают нашу жизнь краше, а добрые слова и песни помогают преодолевать, казалось бы, нерешимые трудности». Михаил Налетов, Александр Ржевский, телерадиокомпания «Щелково».